Несколько дней со всей Московской области доставляли груз в Ленинское отделение общества инвалидов. Неравнодушных людей у нас немало, и груза оказалось намного больше, чем рассчитывали организаторы гуманитарной акции. Думали, загрузим все в микроавтобус, поедем на моей машине. Но оказалось, что все то, что мы собрали, в одну машину не влазит. Нам руководство видновских организаций выделили вторую машину, «Газель Некст». В результате мы поехали двумя машинами. Машины обе были загружены полностью. Вместе с гуманитарным грузом в поездку отправилось несколько волонтеров в пункт назначения поселок Ровенки в Белгородской области. Главное, что на них произвело впечатление по приезду, настрою россиян, принимающих участие в специальной военной операции. Молодой парень, он с Крыма. Ну я говорю, вот ты здесь что, по контракту, да, вот деньги. Он говорит, да вы что, говорит, а кто будет русским, русскоязычным помогать? Кто, если не я, говорит? У меня, говорит, отец, говорит, и дед, говорит. Значит, тогда отец и дед пойдут. Лучше я, говорит, это сделаю. Я молодой, как бы это все в моих силах. Вот это впечатлило, конечно. Помимо вещей и продуктов, волонтеры привезли медикаменты, которые были, наверное, самым ценным грузом. Хирургическая сестра, которая приехала, она сутки ехала до вот этого штаба, куда мы привезли гуманитарную помощь, потому что они ехали под обстрелами. К сожалению, да. И вот она приехала, даже плакала. Ее очень тронуло то, что мы такие неравнодушные, откликнулись и привезли им медицинскую помощь. Привезли волонтеры и письма от воспитанников детских садов округа. Простые слова, написанные детской рукой, растапливали суровые мужские сердца. Когда мы передавали эти письма, у некоторых стояли слезы в глазах. С нами был один военнослужащий, у которого пятеро детей. Пятеро. И он говорит, это вот как будто я побывал дома. Это как будто мои дети передали. И настолько трогательно. Практически все, что привезли с собой волонтеры, это конкретные просьбы конкретных людей, которые не понаслышке знают, что требуется участникам спецоперации. Я непосредственно купил инструмент. Инструмент был куплен по заказу командира роты. И мы купили и шуруповерты, и болгарки, и расходные материалы, диски, саморезы, гвозди. В общем, все то, что он написал, мы все купили. Кроме всего прочего, волонтеры убедились, помощь дошла до адресатов. И распределяется она максимально эффективно. Вот чувство локтя. Они, вот угощаешь их чем-нибудь, они не возьмут там два-три пирожка, они один возьмут и говорят, нет, спасибо, сейчас ребята придут, им тоже надо. Локтигарет даешь, они нет, пачку берут, к остальным. Уже планируется новая поездка, и вновь волонтеры повезут только самое необходимое, то, в чем действительно нуждаются участники спецоперации. Мы планируем поехать в октябре. Просили антибиотики кишечные, от головы обезболивающие. То есть, в принципе, вот самый необходимый, да, у нас есть список, мы его потом огласим. Волонтеры не сомневаются, что и на новый призыв о помощи откликнется огромное количество неравнодушных людей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.